Вчера к нам на подстанцию принесли ребенка без сознания. Год и месяц. Была такая тяжелая ситуация, что нужно было реанимировать действительно ребенка, экстренно госпитализировать. Ну и мы постоянно сталкиваемся с той проблемой, что у нас выезд затруднен с территории. Сирены мигалки нам не помогают. Водители машин скорых, что называется, натерпелись. На вопрос, как часто на дорогах Костодара случаются ситуации, когда они испытывают трудности с проездом, отвечают охотно и эмоционально. Достаточно часто встречается такая проблема. Народ не пропускает. Очень часто музыка играет громко, не слышат спецсигналы. Очень часто бывают ситуации, когда принципиально не пропускают. Говорят о том, что мы там не вызываем, это не наша проблема, нас это не волнует. Бывают ситуации такие, особенно в ночное время, когда машины паркуют возле таких высоток, и невозможно проехать. А у нас есть вот скорые, которые по габаритам большие. И у нас вот была недавно ситуация такая, что мы заехать туда заехали, оттуда мы еле выехали. Там буквально в миллиметрах между машинами взад-перед кое-как выехали. Это вообще просто невозможно. Слова словами, а убедиться в том, так ли это на самом деле, нужно собственными глазами. И наша съемочная группа вместе с бригадой скорой помощи отправилась в путь. Буквально поспешила на помощь. Нас ждала пожилая женщина с подозрениями на инсульт. В дороге фельдшер Юлия Липатова, с 2008 года работающая на скорой, поделилась своим мнением о поднимаемой проблеме. Скорую пропускать стали. Не знаю, насколько это связано с новым законом о пропуске машин со спецсигналом. Но большинство автомобилистов, они расступаются, пропускают. Бывают моменты, когда ты видишь, что кто-то едет, и он специально не пропускает спецавтомобиль. Но доехать до человека, попросившего помощи у медиков, не получилось. На улице Дзержинского лихой и шибкограмотный неизвестный водитель, не обращая никакого внимания на нашу скорую помощь и ее громкие отчаянные сигналы, повернул из правой полосы налево на Гастелло, прямо перед носом нашего автомобиля. От резкого торможения в первой доле секунды показалось, что мы врезались в бетонную стену. Вот так, через 10 минут после выезда, мы попали в ДТП. Фельдшер Мария Петрова на месте оказала необходимую помощь. Ну, все, что случилось, вы прекрасно сами видели, и очень печально то, что вы в этом сами поучаствовали. Наша проблема в том, что мы не доезжаем, получается, вовремя на адреса, вот из-за таких же ситуаций, которые происходят. И, к сожалению, людям, которые вызывают, это не объяснишь, они не понимают. Все время так и получается. Тут уже на перекрестке еле-еле едешь, и то они перед носом выскакивают. Встречные остановились, нас пропускали. Этот слева рванул, подумал, что это его пропускает. А то, что работает сирена мигалки, он нуль внимания, и это сплошь и рядом. Разумеется, неуважение к скорой помощи – это частная инициатива граждан. Закон трактует такие ситуации однозначно. За непропуск машины скорой помощи водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушители могут также лишить водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года. В случае непропуска, непредоставления преимущества такому спецфранцузу, то на водителя составляется административный протокол. Дальше уже идут разбирательства по данному факту. Хотим также напомнить, что в случае, когда в вечернее время жители паркуют автомобили во дворах многоэтажных домов, то автомобили необходимо парковать таким образом, чтобы это не препятствовало проезду ни скорой помощи, ни пожарному автомобилю в случае экстренной ситуации. А вот и наша экстренная ситуация. Наши медики приехали к занемогшему. Сами посудите, насколько эта ситуация типична для краснодарских дворов. Скорая помощь не может проехать, и фельдшер вынужден пешком идти до подъезда. Пройти несложно. А если сопровождать больного до машины? А если вопрос жизни и смерти идет на минуты? Второй выезд нашей съемочной группы со скорой обошелся без ДТП. На сигналы спецмашины водители в пробке реагировали мгновенно. Медбрат Виталий Власенко с прошлого года трудится в бригаде 8-й БСМП. Сюда переехал из Томска. Кубанская столица привлекла его, как он сам признался, климатом и позитивностью краснодарцев. У Виталия свое мнение о теме пропуска машин скорой на дорогах города. Ну, случаются такие вещи. Не часто, но они есть. Бывают пристраиваются за нами. То есть мы, значит, если на вызов едем под сиреной с подблесковыми маячками, то есть смотришь, сзади пристраиваются машины, чтобы проехать пробки эти. Ну, а так и подрезают, не спорю, и не пропускают. Ну, есть такое, но чтобы прям сплошь и рядом, ну, конечно, нет. А что об этом думают краснодарские водители? Как часто они встречаются с ситуацией, когда машины скорой помощи испытывают трудности с проездом? Ну, не особо часто, но бывает. А с чем это связано, как вы считаете? С загруженностью дорог. Ну, если большие пробки, то, конечно, могут и не пропустить. А так, когда свободная дорога, то, пожалуйста. Не часто, но бывает. А вы пропускаете часто, постоянно? Всегда. Ну, бывает иногда? Замечаю. А сами пропускаете машину? Конечно, пропускаю. Это же очень важно, скорую помощь. Людям помогать – это очень хорошее дело. Прекрасно, когда водители не только понимают это, но и в самом деле помогают врачам скорой как могут. Просто не мешают ей. Итак, мы с бригадой скорой помощи проехались по дорогам Краснодара. Мы лично могли убедиться в том, что медикам бывает непросто передвигаться по улицам и дворам города. Не стоит забывать о том, что эти люди спасают наши жизни, и однажды одна из них может быть вашей. Будьте здоровы! Виталий Молчанов, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова